Вири студия репротер. Здравствуйте, меня зовут Виталий Хемий. С удовольствием представляю своих сегодняшних собеседников. Алла Марченко, спикер патрульной полиции. Здравствуйте, рад вас видеть. Исполняющий обязанности начальника отдела безопасности дорожного движения Алексей Бернатович. Здравствуйте. Предмет нашего сегодняшнего разговора, недавние изменения 17 сентября, полномочия наших патрульных немного увеличились. Существенно или несущественно, хотелось бы узнать у вас, Алексей, что конкретно подразумевает увеличение полномочий ваших коллег. Да, конечно. В связи с реорганизацией и реформированием полиции, руководством национальной полиции Украины было принято решение, что все услуги в сфере безопасности дорожного движения передаются департаменту патрульной полиции и ее структурным подразделениям. На сегодняшний день управлением патрульной полиции в городе Одессе предоставляются такие виды услуг, как административные и хозяйственные в сфере безопасности дорожного движения. К административным услугам на сегодняшний день относятся это выдача разрешений на приезд негабаритного груза, а также согласование маршрутов приезда опасного груза. К хозяйственным услугам на сегодняшний день относятся это согласование схем организации дорожного движения, установка технических средств регулирования дорожного движения, установка рекламы носителей, малых архитектурных форм парковок и так далее. Можно ли сказать, что тот же проезд кабаритного транспорта с перегрузом, которые пытаются въехать в город, тоже относятся к части контроля ваших коллег? К части относятся, да, так как мы осуществляем полный контроль грузоперевозок, пассажироперевозок и на сегодняшний день это действительно является проблемой не только в Одесской области, а в государстве. И на нас возложили эти функции по данному контролю. Это весовой контроль, который осуществляет служба автомобильных дорог, УПР, Трансбезопасность и также патрульная полиция города Одессы. Увеличение, по-моему, отчаяло к вам вопрос. Не означает ли, что где-то коллеги будут, может быть, не успевать, не дай бог, просаживаться и вследствие чего там жаловаться на излишнюю загрузку? У нас просчитан личный состав, то есть увеличились. До этого был сектор безопасности дорожного движения, там было порядка четырех сотрудников. На сегодняшний день это уже отдел, в котором есть и работает 24 человека. То есть у каждого есть свои функциональные обязанности, они распределены между сотрудниками. И Алексей возглавляет эту службу, контролирует и работает в этом всем. То есть да, это первые дни, однако ребята подготовлены, службу знают, функциональные обязанности уже у них в работе, и они уже на линии и в кабинетах. Поэтому работа идет. Я не думаю, что будут какие-то слезы. Это служба, и мы ее будем выполнять. Основные вызовы, которые последние недели, скажем так, перед патрульными одесскими ставятся. Ну, мы немножко начали говорить о фурах, которые больше наносят вреда областным дорогам, чем городским. Кто сегодня на одесских дорогах ведет себя неподобающе, в первую очередь? Давайте, если возьмем последние события недели на дорогах Одессы, то, конечно, это водители легкового транспорта. И обижают, давайте назовем это так мягко, рельсовый транспорт. Это трамвай. То есть, к сожалению, были случаи тогда, когда водители транспортных средств абсолютно игнорируют, где-то отвлекаются, не следя за дорожной ситуацией. И при поворотах, пересекая трамвайное полотно, не предоставляют преимущество движения трамвая. Как результат, это столкновение. Слава Богу, на неделе травм люди не получали в этих ДТП. Однако, значительный ущерб, нанесенный техническим средством, как автомобилю, так и трамваю. Было несколько подобных случаев, поэтому еще раз хочу напомнить, как водителям, так и пешеходам. Пересекая трамвайное полотно, необходимо убедиться в безопасности, если это автомобиль, и затем двигаться. Если же это пешеходы, то пешеходы должны пересекать трамвайное полотно так же, как и дорогу в установленных местах. Потому как, к сожалению, улица Водопроводная и улица Добровольского зачастую дают нам страшное ДТП с участием пешеходов, которые попадают под трамвай. Алексей, какая ответственность возлагается на водителя, который так себя ведет по отношению к рельсовому транспорту? Еще со школьной водительской скамьи, едва ли не первое правило, это преимущество трамвая перед любым, по-моему, видом транспорта. Кроме, скорее всего, скорой помощи, могу ошибаться. Какую ответственность несет водитель, который нарушает правила дорожного движения? Это не пропуск трамвайного транспортного средства. У него административная ответственность согласно статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушения. И вызывается на него либо штраф, либо лишение водительского удостоверения права вождения транспортного средства. Раз уж мы затронули тему трамваев, очень часто встречаются жалобы и в социальных сетях. Парковки занимают места не просто парковочные места, а вставляют некоторые водители недобросовестные, скажем так, мягко говоря, прямо на трамвайных рельсах своей машины. Можно видеть, как небезразличные, неравнодушные одесситы берут транспорт, всеми правдами и неправдами, закон или незаконно пытаются ее переставить, потому что водителя нет, ну и чего греха таить, патрульные не всегда могут подоспеть к этой ситуации, разрешить ее более-менее в мирном русстве. Такие тоже ситуации бывают и нужно как-то тоже реагировать. Мы в таких случаях реагируем, то есть у нас есть, мы сотрудничаем с таким транспортным средством, как эвакуатор, который в принципе и приезжает. Подобные проблемы возникают наиболее часто в районе привоза и в районе Аркадии. То есть либо это уходит за покупками на рынок, либо уходит торговый центр, забывая о том, что помимо собственного автомобиля есть десятки людей, которые пользуются не автомобилем, а трамваем. И такие проблемы, конфликты возникают периодически. Да, мы в принципе все лето работали усиленно в районе Аркадии, то есть в тех зонах, где скопление отдыхающих транспорта и общественного транспорта, также контролируем привоз. Но если возникают такие проблемы, то в принципе очень часто люди обращаются на место, выезжают патрульные и эвакуатор. Также благодаря опять же вам, журналистам, мы это тоже узнаем очень быстро. Если не всегда люди обращаются на 102, то благодаря вам узнаем, опять же реагируем, отправляется туда быстрый экипаж, приезжает эвакуатор, автомобиль уезжает. Хотя зачастую, когда появляется автомобиль-эвакуатор, появляется и водитель. Еще и зачастую происходят конфликты, потому как водитель уже считает, что, собственно говоря, он никому не помешал, не вздумываясь о том, что десятки, а иногда и сотни людей, потому как может остановиться не один трамвай, а пять, десять. А в это время водитель считает, что, собственно говоря, я пришел, этого достаточно. Но он обязан уже оплатить штраф, как минимум, и только потом он уедет. Но, конечно, он убирает автомобиль и трамваю предоставляется дорога, хотя это хамство. Тот размер штрафа, который законодательством предусмотрен по отношению к таким водителям, может ли отбить у владельца автомобиля в желание, охоту в следующий раз парковаться на трамвайной остановке, на трамвальных рельсах, в местах, где это вообще не положено делать, поскольку движение всячески стопорится? Или пока что это тоже трудность, нерешенная на законодательном? Штраф 510 гривен. Собственно говоря, вот это та сумма, которой наказывают водителя. На сегодняшний день это предусмотрено законодательством, не мы это решаем, мы исполняем те правила и те законы, которые есть. Насколько это больно или нет водителю, ну это давайте спрашивать будем у водителей. Но, с другой стороны, я всегда считаю, что не всегда это сумма денег, а прежде всего это лицо, это уровень воспитания, это уровень отношения к другим людям, которые вокруг, к другим участникам дорожного движения. Раз уж мы затронули тему парковок в неположенных местах, центр города у нас лето еще как бы продолжается, и туристический и курортный сезон также, они спешат заканчиваться, по-прежнему перегружены, во многом, скажем так, благодаря в кавычкам водителям, которые паркуются на Пушкинской, не только на Преображенской, на Дерибасовской, хаотическая такая парковка. Не всегда в положенных местах удается ли оперативно реагировать на подобные, скажем так, нарушения? Да, конечно, реагируем. У нас постоянно работают экипажи, постоянно работают эвакуаторы, и постоянно или периодически возникают конфликты, потому что водители считают, что, собственно говоря, а что же нам делать? Опять же, я приведу свой личный пример, то есть я тоже водитель, я тоже постоянно передвигаюсь по улицам Одессы, разные вопросы и разные остановки. Но я считаю, что я поставлю автомобиль дальше, но не нарушу правила дорожного движения. Пройду два квартала и решу свои вопросы. Но не поставить автомобиль, так как у нас это, к сожалению, происходит или во втором ряду, или на выезде-въезде, или-или-или, но при этом потому что мне так удобно. Нет, такого быть не должно. Поэтому каждый должен начинать с себя, не пытаться сказать, что почему я, а не он. Нет, давайте начинать с себя. Припаркуйте автомобиль дальше, но соблюдая правила дорожного движения, и тогда не надо будет и оправдываться перед патрульным, и платить штраф, и тратить свое время и здоровье. Как происходит, Алексей, в общении с такими водителями? Вот Алла говорит о конфликтах. Я так понимаю, что эмоциональные беседы, тут главное не сорваться и в рукопашную, не перейти. С таким водителем. К каждому человеку свой подход. Если конфликт есть, его нужно заваживать и объяснять человеку о проблемах, которые он предоставляет, прежде всего, другим гражданам. Тоже самый оперативный транспорт, который едет у нас по центру, не может проехать из-за того, что человек поставил машину, ушел по своим делам. Он забывает, как говорила Алла Владимировна, забывает о всех других участников дорожного движения и о других людях. Отдельная категория водителей, которые и зимой, и летом, и весной, и осенью себе, пожалуй, одинаково ведут. Это маршрутчики наши. К ним нужен совсем другой подход, не такой, как к водителям-приезжим, на других номерах, зачастую иностранных. Удается ли встречаться с представителями автопарков, хотя это уже в большинстве такие частные крупные лавки, и как-то проникать в сознание этих людей, которые садятся за руль своего Богдана, эталона и затем выделывают просто странные вещи на наших дорогах? На сегодняшний день, нами и до этого проводилось ряд мероприятий по отработке именно пассажирских перевозок по городу Одессы. Налаживались определенные штрафы согласно законодательству. Также в связи с расширением функций, которые возложились на отдел БДР, также восстановился технический контроль. Техконтроль в чем заключается? То есть, каждое транспортное средство, которое делают пассажирские перевозки, должно иметь протокол прохождения обязательного технического контроля. На сегодняшний день, нами были выявлены некоторые маршруты, которые двигались без протоколов УТК, также с нарушениями технического контроля. Это лысая резина, это не горит лампочка стопа, лампочка поворота. На санитарном состоянии, понятно, что это может быть не совсем по вашей части, но тем не менее. Эти все случаи фиксируются, и также проводились встречи с владельцами автопарков, перевозчики города. В дальнейшем мы будем проводить такие совещания с перевозчиками Одесской области, так и города. В этом направлении будет значительно усилен контроль в связи с расширением штата, так как есть уже люди, которые будут этим заниматься. Я думаю, будет плодотворная работа по этому направлению. Наказывание, скажем так, гривной как-то влияет на поведение маршрутчиков и владельцев маршрутов? Я бы сказал, гривной оно не столько влияет, как влияет собранная информация на данного перевозчика. Во всяком случае, этот перевозчик проходит конкурсные комитеты, в которых будем участвовать также управление патрульных полицией. Будет рассматриваться, сколько ДТП совершено этим автопарком, сколько выписано административных материалов. То есть в дальнейшем этот перевозчик может не допуститься на маршрут, не выиграть конкурс. Вот и все. Так получается, что у нас долгие годы одни и те же компании в лидерах почему-то? Нам эта информация пока неизвестна, так как мы начали работать. Я думаю, данная информация будет доводиться до органов местного самоуправления, органов областного управления, Укртрансбезопасности, которые должны принять соответствующее решение к данным перевозчикам. Хотел бы уточнить в конце программы о патрульных Одесской области. Насколько я знаю, в некоторых городах начинался набор несколько месяцев назад. Работают ли люди или набор продолжается? Просветите, что происходит вдалеке. Набор у нас еще продолжается, он еще продлен. То есть все те еще желающие, которые еще желающие или только для себя решают и принимают это решение, то есть они могут заходить на сайт патрульной полиции Украины. Там анкета, там есть все требования к кандидатам. И, собственно говоря, если принято решение самостоятельно, человек понимает, насколько это ответственная работа, и он готов служить в патрульной полиции, заполняется анкета, и, собственно говоря, начинается работа по отбору. Пока еще Измаил не запустили. То есть у нас сейчас порядка 130 человек уже прошли половину обучения, находятся на учебном центре первоначальной подготовки, но набор продолжается. То есть сегодня комиссия общалась с кандидатами, я наблюдала, очень много ребят стояли, нервничали, переживали. То есть полдня работала комиссия с теми, которые прошли уже первые этапы отбора, и сегодня беседовали с комиссией. Это уже один из заключающих этапов прохождения набора. Затем, когда наберется порядка 100 человек, они также будут направлены на первоначальное обучение, которое проходит минимум 4 месяца. Затем ребята будут выходить на службу. Измаил пока ждет. И в принципе по планам, как и было изначально, то не раньше Нового года запустится там в работу подразделение. Но желающих мы также ждем, приглашаем, и надеемся на то, что человек осознанно примет это решение самостоятельно и будет служить в наших рядах. Обучение подразумевает собой те корректировки, о которых мы вначале упомянули? Да, конечно. Ответственности больше и полномочий больше. Все, что предусмотрено законодательством Украины, все, что должен знать патрульный полицейский в своей службе, все это проходит. Очень много теорий, но еще больше практики и тактики. То есть ребята постоянно обучаются, постоянно это отрабатывается. Все те законы, которые надо знать, они изучают. Но также те ситуации, с которыми сталкиваются патрульные на службе, они уже тактическими методами отрабатываются на базе учебного центра, для того, чтобы максимально подготовить их не к красивой жизни, где-то там селфи и улыбки, нет, а к той практике, которая уже есть на сегодняшний день у тех патрульных, которые служат. Алексей Алла, спасибо вам за общение, за полезную информацию. Приходите с хорошими новостями, ну и не только, еще. Спасибо огромное, обязательно прийдем. Оставайтесь на репортере, с вами был Виталий Химий, берегите себя.